Добрый день, ГТРК Чувашия продолжает знакомить вас с депутатами Чебоксарского городского собрания. Сегодня наш гость Дмитрий Валерьянович Неконоров, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству. Здравствуйте. Добрый день. Я думаю, самый первый вопрос сегодня об изменениях, которые ждут транспортную инфраструктуру в столице. Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт территориального развития транспортной инфраструктуры провел в нашем городе серьезные исследования. Он решил оптимизировать маршруты, некоторые даже закрыть. На ваш взгляд, насколько эти предложения разгрузят дороги и позволят чебоксарцам перемещаться более комфортно по городу? Совершенно верно. 7 июля 2016 года был подписан муниципальный контракт с данным институтом, для того, чтобы они произвели колоссальную работу по изучению нашей транспортной инфраструктуры, сетей наших транспортных и дать свои предложения, как мы должны в дальнейшем, в каком направлении идти, как мы должны все спланировать. Данный документ они после изучения и проделанной своей работы подготовили. Мы его сейчас изучаем. Также скажу, что данный документ находится на порталах органов государственной власти, где люди его изучают и дают свои предложения. Документ довольно-таки очень публичный. Я думаю, что вы, наверное, уже слышали, что довольно-таки он резонансный в нашем городе. Поэтому мы хотим максимально открыто его проработать с людьми, для того, чтобы люди нам давали свои предложения, и потом мы уже, скорректировав все данные предложения, нашли самое оптимальное решение. В тот же момент институт все свои изменения пытается научно обосновать и доказать, почему мы должны пойти таким путем. Скажу сразу, что институт довольно-таки очень известный в своем профиле. Во всех больших крупных городах он делал свои работы и внедрял их. Они нам сегодня предлагают закрыть 20 маршрутов, 18 из них поменять. Довольно-таки кардинальное решение, я бы сказал, в изменении. Но сейчас мы проходим стадию изучения. После этого будет публичное обсуждение с жителями нашего города. Всех я к этому, кстати, призываю, для того, чтобы они пришли и высказали свою точку зрения, и предложили свои варианты. Но вариант не должен быть такой, что я предлагаю этот маршрут оставить. То есть почему его нужно оставить? Его нужно обязательно свой вопрос обосновать, для того, чтобы это было не просто там хотением чего-то. Город не должен стоять на месте. Город должен развиваться. Мы всегда об этом и говорим. Учитывая, что мы столица. Мы столько лет бороли за то, чтобы у нас маршрутные такси были как-то красиво, динамично шли вперед в развитии. И самое главное, безопасно и комфортно для людей. Что мы сегодня видим? Мы сегодня видим то, что мы сделали большой шаг вперед. Мы с «Газелью» ушли в довольно-таки комфортабельные микроавтобусы. Да, это большой шаг вперед. Есть там карты, которые кто-то применяет, кто-то не применяет, нарушая закон. Я говорю про единые транспортные карты. Это тоже шаг вперед. Это удобство для граждан в первую очередь. Низкопольные автобусы. Кто-то уже уходит, кстати, из тех же наших сегодня маршрутов. Есть некоторые уже автобусы, которые не малой вместимости, а уже средней вместимости. То есть они сами видят, что мы к этому должны идти. И идут, опережая решения даже городских властей. Большой вопрос с маршрутными такси. То есть их качество, качество езды. Мы же видим, как они лихо ездят по нашим городским дорогам. Мы видим переполненные маршрутные такси, что противопоказано в плане безопасности. Не дай бог что-либо случись, кто понесет ответственность за это. Поэтому нужно уходить от всего этого. Нужно уходить на комфортабельные автобусы. Средней вместимости, большей вместимости. Вот к этому мы идем. И я думаю, мы к этому в любом случае придем. Я понимаю, что проект еще открытый. И есть ли отклик от горожан? Если поступают ли вопросы, и сколько их уже накопилось? Большое количество вопросов поступило от горожан. Их порядка где-то 150-200. Все вопросы были переадресованы в институт. Сейчас они подготовили нам ответы. Мы их будем сейчас рассматривать. Ответы должны быть обоснованными. И после того, как мы все это разберем, наверное, будут даже какие-то изменения в плане того, что они нам предложили. И есть ли какая-то точка дедлайна, когда все решение принимается? Более четкая картина по маршрутам будет понятна, наверное, в августе месяц. В августе, в сентябре, возможно. Еще одна серьезная тема для города в этом году, такая значимая, это реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры чебоксарской в целом агломерации по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Беспрецедентная сумма была выделена Чебоксаром на то, чтобы существенно улучшить наши дороги. Сроки достаточно сжатые. Будет ли качество? Вы знаете, мы в последнее время, если заметили, качество вообще уделяем очень большое внимание. Мало того, что мы прописываем гарантийный срок довольно-таки очень большой, в тот же момент у нас идет непринятие дорог. То есть это говорит о том, что жесткий контроль, просто так никто дороги сдать уже не может. В прошлом году некоторые перестелали асфальт. А в этом году мы еще ужесточили. То есть мы сейчас применяем и большие требования к качеству самого асфальта, к материалам, которые кладутся в дороге. Это касается вплоть дощебни и песка. И, кроме всего прочего, три этапа проверки проходят. То есть у нас три разные независимые организации, в том числе, включая общественников. Там, общероссийский народный фронт. Очень надеемся на то, что это принесет свои плоды. Притом, я думаю, многие горожане увидели, сколько дорог в этом году мы делаем. На самом деле весной мы столкнулись с тем, что у нас дороги почти по всему городу были разбиты. Хорошо, что нашли средства для того, чтобы эти дороги сделать. Где-то просто ремонт, а где-то полностью меняем основания. Строители, которые делают нам эти дороги, надо сказать, что в следующем году все будет хорошо, все будет четко. Другая большая программа, которая тоже пришла в этом году, это «Комфортное жилье». Тоже немалые деньги на благоустройство дворов и дворовых территорий, подъездов к ним. Насколько она успешно выполняется? Сумма беспрецедентная на наш город. Мы такую сумму по дворам, наверное, и не осваивали. 163 миллиона в этом году мы осваиваем по данной программе. И, знаете, сама программа, она немножко уникальна. Самое основное и ключевое слово в этом – это участие жителей непосредственно, самих горожан, людей, которые живут в этом городе. Программа подразумевает собой и делится там на два этапа. То есть, первое – это дворовые территории, второе – общественное пространство. То, что касается общественных пространств, то у нас в этом году их три, по дворовым территориям – 25. Скажу честно, заявок было больше на ремонт дворовых территорий, но отобрали мы 25, которые в первую очередь смогли быстро откликнуться, собрать свои предложения, подать заявки. То есть, вот такая работа. Вообще, сама программа, она нацелена на то, чтобы жители приняли самое большое активное участие в нем. То есть, жители сами формируют то, что будет у них во дворе. Работа идет с жителями почти что целый год. От начала заявки, принятия заявки, до сдачи непосредственно уже самой дворовой территории. Сколько проходит по времени от начала подачи заявки? Ну, и у нас получается, что самый активный период начался с марта, закончится, я так понимаю, где-то в октябре. Практически в октябре. Где-то в сентябре, где-то в октябре. Просто дворовые пространства там тоже разные. Есть где-то там 2-3 дома, а есть у нас и целый квартал, и 13 домов. Программа по благоустройству дворов, она идет давно. Вот на сегодняшний день процент, сколько в Чебоксарах дворов, можно уже сказать, что они благоустроены, имеют приятный, опрятный вид? Ну, вы знаете, тут статистика-то показывает, что у нас почти все дворы уже отремонтированы. Но, понимаете, отремонтировав 5 лет где-то, за 5 лет двор все равно приходит в другое уже состояние. Ну и жизнь не стоит на месте. Уже появляются более современные детские площадки, более современное покрытие. Поэтому мы каждый год вкладываемся и ремонтируем дворовые пространства. И с года в год эта работа идет и будет идти. Она никогда не остановится. Глава поставил задачу, я так понимаю, к 2019 году, к юбилею, прийти к цифре, чтобы все дворы были красивыми и ухоженными. Мы всегда слушаем поручения главы. Мы стараемся их выполнить и будем и дальше выполнять поручения главы Чувашской республики. Я думаю, если задача у нас такая есть, то она будет нами выполнена. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok